Добрый день, друзья! Вот уже 5 лет цифровая история занимается просветительской деятельностью. Наш канал существует благодаря вашей поддержке. Если вы хотите поддержать наши циклы, например, видео Кирилла Борисовича Назаренко о морских сражениях, Бориса Григорьевича Кипниса об эпохе Екатерины II, мои лекции о Нюрнбергском процессе и преступлениях нацистов, а также других наших докладчиков, вы можете сделать это на ресурсе sponsor.ru. Там есть специальная опция «Цифровая история». Вы можете перечислить сумму единовременно или подписаться на аккаунт. Тогда вам будут доступны наши ролики за некоторое время до их выхода на официальном канале, а также эксклюзивные материалы и бэкстейджи с наших съемок. Прочитать все подробности и оформить подписку можно по ссылке в описании. Большое спасибо всем и до встречи на «Цифровой истории». Добрый день, дорогие друзья! С вами я, Егор Яковлев. Рад вас приветствовать на своем канале «Цифровая история». И сегодня у нас новый гость. Это замечательный исследователь истории флота Сергей Махов, с которым мы познакомились в Самаре. Сергей, приветствую! Здравствуйте, Егор! Здравствуйте, зрители! Мы с Сергеем задались вопросом, а почему в России ничего не известно практически о флотах тех стран, которые были нашими главными соперниками. Речь идет, конечно, о шведском флоте и о турецком флоте. И для того, чтобы восполнить этот пробел, мы решили записать серию программ о наших противниках на море. И начнем со шведов. Со шведами, как вы знаете, сражался Петр I, провел несколько сражений, победных для русского флота. Но вот что представляло из себя шведское морское искусство, об этом сегодня нам расскажет Сергей. Сергей, первый вопрос. У шведского флота была достаточно интересная и богатая предыстория. Если Петр создавал свой флот фактически с ноля, то Швеция уже считалась достаточно могущественной державой на Балтике. А насколько могущественной? Не преувеличены ли слова шведского флота? Здесь ситуация следующая. Конечно, можно вспомнить далекие-далекие времена викингов и так далее. Но официальная история шведского флота ведется с 1522 года. То есть, вот как раз в этом году, а именно 7 июня, Швеция будет праздновать 500-летие своего флота. То есть, а что случилось вот 7 июня 1522 года? На самом деле, тогда в Швеции шла так называемая война за независимость. И война за независимость от Дании, потому что Швеция, Норвегия и Дания входили в так называемую Кальмарскую унию. Вот, собственно говоря, тогда еще не король, а, скажем так, претендент на престол. Ну, а со стороны, наверное, датчан просто какой-то изменник, ренегат восставший. Густав Ваза. Сепаратист. Абсолютно сепаратист, но фактически террористы в датских глазах. Он у Любика, то есть, у Ганза, у немецкой, которая была его союзником, приобрел 10 кораблей. Вернее, 8 кораблей были из Любика и 2 из Штральзунда. Приобрел, на самом деле, по очень бешеной цене. То есть, 4208 эталонных любикских марок. Чтобы было понятно, эталонная любикская марка – это не монета, это счетная единица. Это 234 грамма серебра. И, ну, путем несложного умножения можно понять, что, по большому счету, это практически тонна серебра. Понятно, что у сепаратиста и террориста таких денег не было. Поэтому любикские купцы любезно предоставили ему кредит под 20% на 7 лет. То есть, в результате, Густав Ваза выплатил за эти корабли 2 тонны серебра. Путем несложных подсчетов это можно понять. Собственно говоря, это и есть начало шведского флота. Ну, любикские купцы, так же, как и купцы любых других стран, естественно, сбагрили Густав Вазе совсем не тот товар, который бы он хотел. То есть, ему отдали либо старые корабли, либо корабли торговые, спешно переделанные, там, немножко вооруженные пушками и так далее. Ну, в общем, они не предназначались для военных действий. И в результате получилось так, что этот флот к 1524 году, то есть, сразу после окончания войны за независимость в Швеции, она закончилась в 23-м году. Густав Ваза там был коронован как раз в 23-м году. То есть, этот флот фактически перестал существовать. Пять кораблей у Густава Вазы разбилось у Элланда. Один корабль, самый большой, кстати, 600-тонный Любекс-1, он утонул при осаде Кальмара. А какие-нибудь боевые задачи ему удалось выполнить? Боевые задачи такими кораблями, в принципе, выполнить невозможно. Но сам факт того, что они у Швеции появились, в том числе, то есть, датчанам пришлось на это дело отвлекать какие-то ресурсы, какие-то действия. Он помешал Дании, грубо говоря, удержаться хотя бы где-то в части Швеции. Ну, кроме Сконы, конечно. Сконы была тогда изначально датская провинция. То есть, никаких особых побед этот флот, да-то, собственно говоря, не только побед, никаких особых действий этот флот не провел. При попытке провести блокаду Элланда, пять кораблей утонуло, оставшиеся побыстрее ушли в порты. Вот. Поэтому первая попытка организовать шведский флот с помощью просто покупки кораблей и экипажей, он, можно сказать, закончился плачевно. Вот. И, наверное, дальше мы уже поговорим о флоте, который начал строить именно сам Густав Ваза. Поняв, что немножко купцы его немецкие объегорили, обманули. Если можно, картиночку мы можем показать этого примечательного персонажа. Рисуночек номер один, да, вот это он. Тот самый Густав Ваза. Вот. Вот. Собственно говоря, когда Густав Ваза понял, что ему надо строить свой флот, он столкнулся с основной проблемой, с которой сталкивались абсолютно все страны, когда они начинали строить флоты. Дело в том, что Швеция в раннее новое время, в средневековье, хотя она и обладала очень большим побережьем, да, она была бедной страной. Да, у нее было небольшое прибрежное население, которое занималось там ловом рыбы, мелкой торговли какой-то и так далее. Но основные морские и торговые операции вели другие нации. Это были либо Ганза, о которой мы уже упоминали, да, либо датчане, либо голландцы. Ну, тогда голландцы, конечно, еще говорить неправильно, 1500-е годы. Это еще бургунцы, да, то есть часть бургундий. Вот. Поэтому... Не было кадров. Не то, что не было кадров, не было и денег на строительство флотов. Это следующий вопрос про деньги, да. Да. И в этой ситуации, чтобы появились какие-то деньги, Густав Ваза создал такую систему, когда именно сам король занимается внешней торговлей. То есть все, что производится... А Швеция довольно богатой ресурсами страна. Там есть медь, там есть железо, там есть даже немного серебра и так далее. Вот. Все, что производится внутри страны, скупается короной. И дальше корона уже выступает как такой маклер, брокер, который продает на внешнем рынке свои товары. Это бы... Это позволило Густаву Вазе иметь хоть какой-никакой, но прибыток. Ну, прежде всего, расплатиться с Любиком. Потому что, как я говорил, деньги там были гигантские. Вот, кстати, для сравнения, да. То есть, что такое 4208 эталонных марок. Весь доход от города Мальмя в то время 300 эталонных марок. От Стокгольма 1200 эталонных марок. То есть, вот что, грубо говоря, с Густаву Ваза взяли 4 Стокгольма. Здорово. Да. То есть, кто-то на этом хорошо заработал, наверное. То есть, он проводит централизацию. Да, он проводит централизацию, естественно, прежде всего, за счет церковных земель. Потому что Швеция не так давно стала протестантской страной. В общем-то, сам Бог велел немножко раскулачить господ попов и католических. Но сначала он, естественно, попробовал создать какой-нибудь дешевый аналог флота. О чем у нас так сейчас любят говорить. Давайте мы не будем строить большие корабли. Давайте мы будем что-то делать маленькое. Густав Ваза поступил проще. Многие руководители наши сейчас так поступают. Где-нибудь на Авито или из рук в руки размещая. Да, ищу водителя-экспедитора с собственным автотранспортом. Хорошая зарплата, бензин оплачивается и так далее. Густав Ваза решил передать... На Авито 16 века обратился. Да, обратиться к частникам. Мол, уважаемые шведские купцы или еще какие-то, пожалуйста, принимаю на службу. Оплата издельная, хорошая. Ради бога. Вот. И действительно, часть проблем так решилась. Но проблема была в том, что торговые корабли и военные корабли – это две большие разницы. Особенно, если речь идет о шведских торговых кораблях или, ну, вот, балтийских стран того времени. Это обычно были очень мелкие суда. Они были не способны для каких-то генеральных сражений. Туда невозможно было поставить большие пушки и так далее. Поэтому эти корабли были только ограничены, годны для каких-то военных действий. Но чаще всего это либо набеговые операции, либо перевозка какого-то небольшого количества войск. То есть, это все было ограничено, годно. Поэтому рано или поздно пришлось строить свои корабли. Но Густав Ваза, естественно, для престижа начал строить прежде всего большие корабли. Ну, хотя бы, чтобы один был, но большой. И вот в 1528 году на Стокгольмской верфи спустили первый такой, ну, можно сказать, для того времени настоящий монстр. 1800 тонн Сторрек Равен. То есть, тогда стандартный корабль военный даже – это примерно 300-400 тонн, редко 600-700. 1800, можете себе представить. Но построен он был по устаревшим технологиям, поскольку шведы сами по себе, они очень многое заимствовали у датчан и у немцев. А на тот момент впереди было все-таки Средиземноморское кораблестроение, которое как раз в 16 веке и двинуло вперед все кораблестроение, собственно говоря, основных морских держав. То есть, эти корабли были построены с клинкерной обшивкой корпуса, соответственно, они были непрочные, соответственно, они были малоскоростные и так далее. Если мы откроем рисунок номер 2, мы вот как раз увидим разницу между клинкерной и карвельной обшивкой. То есть, клинкерная обшивка 2, да. Вот, можно посмотреть, например, номер 2. Это обшивка внахлёст. То есть, одна доска налезает на другую. Из-за этого скорость корабля плохая. Из-за этого прочность тоже ниже, чем если делать встык-встык. Вот если посмотреть, например, пятую картиночку или шестую. Вот это карвельные, понимаешь ли, обшивки. То есть, здесь мы не видим, да, с внешней стороны никаких вот этих зубцов, вырезей, прорезей. Соответственно, тут и скорость больше, и прочность лучше. Вот. Швеция на тот момент отставала от даже той же самой Англии, которая не была ещё законодателем МОД. Потому что в Англии клинкерная обшивка, она бесповоротно ушла где-то в 1510 году. В Швеции она уйдёт только ближе к Ливонской войне. Вот. Но, тем не менее, ладно, мы продолжаем. К 1534 году шведский флот насчитывал уже примерно 12 кораблей, но на 70% он был укомплектован наёмниками. Это чаще всего либо датчане, либо немцы. Потому что шведское прибрежное население было очень мало, а финнов до порта времени на флот шведы не пускали. Ну, отношение шведов с финнами, это, наверное, отдельная история. Но всем понятно, что они были не очень хорошие. Да. И самое интересное, что шведский флот, вот первый свой такой вот боевой опыт, он получил в борьбе с русским государством. Как ни странно. Ливонская война. Нет. Это перед Ливонской войной была русско-шведская война. Но мы сейчас скажем немного. Мы сейчас подойдём к этому. В общем, изначально шведские корабли, они строились именно как, грубо говоря, такие морские дилижансы. То есть это просто средство доставки войск из пункта А в пункт Б. Но с увеличением флотского состава, то есть к 1541 году количество кораблей возросло уже примерно до 30 единиц, король понял, что флот это дело накладное. Поэтому он решил поступить в лучших традициях Средневековья. Он решил флот сделать эдаким отдельным хозяйством, которое отдать на откуп одной из богатых семей. И в 1541 году король передал флот буквально на откуп своему генералу Якобу Багги. Причина. Ну, понятно, первое, что Багги богат. То есть он мог платить ежегодный взнос королю за то, что он, грубо говоря, владеет флотом и использует флот. Причина вторая. Багги имел в армии авторитет такого очень крутого дядьки. Он был очень скоро на расправу и так далее. А во флоте он предлагал железной рукой навести порядок. Потому что эти флотские немного как-то расхлебенились и так далее. В общем, надо их немножко прижать к ногтю. Густаву вазе это понравилось. Ну и третье. Как мы уже говорили, да, с моряками Швеции было не ахти. Поэтому Багги предложил следующее. Раз нам не хватает моряков, у нас же есть вот тут восставшие крестьяне в деле Корлии, в Смоланде и так далее. Давайте их мы будем ссылать в матросы на исправление. И тем самым решим кадровую проблему. В общем, и деньги, и предложения Багги густого вазе понравились. И он, грубо говоря, стал, ну, фактически таким вот мини-королем шведского флота. Позже та же самая будет ситуация повторяться в Швеции постоянно. Это будут семейства Флемингов, Врангелей, Юлинхаймов, Стенбаков, Вахмейстеров и так далее. То есть это такое вот частное предприятие, но под контролем государства. Такое эдакое Роснана, но все-таки под контролем государства. Вот. И вот теперь как раз есть смысл перейти нам к использованию первому военному действительно использованию шведского флота. Причем довольно на дальних расстояниях. То есть это 1555 год. Осада Орешка. Недалеко от Питера. Крепость Орешек находится в истоке Невы из Ладожского озера. Это древняя Новгородская крепость. Кстати, очень красивая. И если есть возможность, приезжайте, там интереснейший музей. Спасибо большое. Но мы все-таки пока продолжим про Байнин. Итак, значит, весной 1555 года, то есть Ливонская началась через три года, если помните. Значит, Густав Ваза и два его сына Йохан и Эрик пересекли Ботнический залив, прибыли в Финляндию. Потому что там как раз вот в тот момент шла велотекущая война между Швецией и Россией. Баггер, поскольку он был наместником Финляндии, поднялся на десяти малых судах вверх по Неве и вот разведал путь до Орешка как раз. И предложил королю сделать туда налет силами флота. Король согласился. Значит, из Выборга вышли 13 малых судов, но с артиллерией. Но самое интересное, что Баггер, как настоящий кавалерист, он раньше до этого командовал кавалерией, он пошел с сухопутным отрядом по Суху, к Орешку. Флотилия подошла. Шведы думали, что русские сразу же сдадутся, как же их атакуют кораблями, но русские почему-то начали стрелять. А русские не сдаются. Да, а русские не сдались и в результате пушечный огонь русских из крепости отогнал шведскую флотилию. Она разорила несколько сел и, собственно говоря, на этом весь поход и закончился. Все вернулись обратно. Густав Ваза, естественно, очень сильно поругался с Багги и, прежде всего, ему пенял на военные расходы. Мол, мы столько денег потратили, а где, так говорится... Результата. Результата нет, да. Но, тем не менее, это первая такая значительная операция шведского флота. Причем инициатива именно атаки, она исходила именно от самого Рикс-адмирала, то есть главного адмирала, военного адмирала. Вот Рикс-адмирал, в общем, мы сейчас запомним, что это главный адмирал. Нам это еще понадобится. Густав Ваза умер, а дальше ему унаследовал его сын Эрик, который стал королем Швеции Эриком XIV. И вот Эрик XIV как раз ввел в оборот, грубо говоря, такую шведскую стратегию, которая растянулась примерно до конца XVII века. В общем, Эрик предложил следующее. Естественно, глядя на Данию, я глядываясь на Данию, потому что Дания на тот момент владела обеими берегами проливов Балтийских и ввела там пошлину. Да, то есть из Балтики выйти на просторы Атлантического океана было невозможно. Ну, почему невозможно? Возможно, но за деньги. Нет, нет, ну естественно, без учета интересов Дании. Да, конечно. Вот, Эрик предложил, Эрик сказал, ну а мы что, хуже что ли? Давайте мы захватим устья всех рек, которые находятся внутри Балтики, там устроим свои таможни и будем тоже как бы получать прекрасно. Да, а зарабатывать деньги, потому что, как говорится, нет денег просто так жить, идите в бизнес, да, вот почему бы нет. Не глупый был Эрик-то, 14-й. Вот, как он писал, вот я сейчас даже процитирую, для шведского государства ни в коем, ни в каком отношении нехорошо, если Россия или Польша будут иметь какие-то прекрасные гавани на Балтике. То есть, супер. А я напомню зрителям, что в этот момент устье Невы находится еще под контролем московского государства. Ну, тогда еще и Ливония, это, как говорится, отдельное государство. Да, еще и Ливония. Ну, а дальше начинается Ливонская война, 1558 год, так называемый русский Блицкрик, после которого Швеция и Дания хватаются за головы. Хватаются за головы. Они почему? Все-таки на море у них было опыта гораздо больше, чем у России. И далее они проецировали свои мысли и то, как бы они поступили, на то, как поступит Россия. Вот это вот очень важно понимать. То есть, понятно, что в голове, скажем, русского царя Ивана IV вряд ли там были мысли о великой морской таговле или еще о чем-то. Нет, там были совершенно другие. Ну, у вас есть господин Филюшкин, он об этом вам гораздо интереснее расскажет и больше. Но мы сейчас как бы все, что касательно флота, скажем. То есть, балтийские державы поняли, что Россия, которая получит хорошие нормальные гавани на Балтийском море, в будущем вполне может побороться и за морскую торговлю, и за господство на море. И, собственно, все последующие действия датчан и шведов и были выстроены в логике именно этого понимания. То есть, вот они вот как раз перенесли свое мышление на русские действия. Далее, как... Ну, мы не будем пересказывать Ливонскую войну, да и сейчас у нас цель не в этом. Понятно, что Дания со Швецией получили части Ливонской конфедерации. То есть, Швеция, в частности, получила Ревель, да, потом уже после войны за Ливонское наследство, после Ливонской войны по Столбовскому миру отошло и Устье Невы, и Карелы, и тому подобное. Вот. Но, тем не менее, шведский флот даже в 1560-е годы оставался пока флотом довольно-таки слабым. Ну, слабым, опять-таки, понятие относительно. Относительно России, у которой совсем не было флота, это, конечно, сильный флот. Вот. В 1563-1570-м годах вот как раз шла первая северная семилетняя война, Балтийская, между Данией и Ганзой с одной стороны и Швецией с другой. Ну, и датчане с ганзейцами, конечно, шведов топили во всех возможных комбинациях, как только могли. Наверное, апофеозов там было два. То есть, сражение у Готланда, где очередной шведский левиафан, такой 1800-тонный корабль Марс, был просто потоплен эскадрой датского адмирала Троли. Кстати, у нас есть картинка на эту тему. Его обнаружили в 2011 году. И вот... Нет, третья картиночка. Да, вот мы его обнаружили в 2011 году. Вот так он... Такую вещь вот он из себя представлял. Такие обломки живописные, красивые. Как видим, здесь все еще клинкерная обшивка идет, хотя 1560-е годы. Но, тем не менее, корабль был большой, мощный. И датчане даже его разменяли на свой корабль. Но, правда, 120-тонный Лангебарк. Маленький корабль, они разменяли на очень большой, на флагман. Сергей, а победы-то у шведов были какие? Вот что-то, что можно представить успехом? Мы дойдем до этого. Ну, а в 1569 году, как раз под занавес вот этой первой семилетней войны, было организовано внезапное нападение датско-ганзейской эскадры на Ревель. Тогда уже шведский Ревель. То есть, 9 июля датчане и немцы, они просто вошли на рейд Ревеля, совершенно не готовые к обороне. Сожгли там 50 шведских кораблей, а с собой еще угнали в 40. Ну, вот эти 40 потом с пушечными салютами, с залпами, с радостью, там толпы, они ввели на рейд Копенгагена. Швеция, может быть, и сделала бы выводы из этого и начала бы перестраивать флот, но дальше в Швеции началась так называемая «Игра престолов» или «Шведская замятня», или «Война братьев», потому что там Эрик XIV сошел с ума, пришел к власти его брат Йохан, с которым, кстати, у Ивана Грозного были непростые отношения. По-моему, какую-то женщину они польского происхождения не поделили. Егелонг, по-моему, да? Да, есть известная переписка, где Иван Грозный пишет Йохану, что «ты безродный, я-то вот» перечисляет своих высокородных родственников, указывает на то, что он потомок византийских императоров, а про твоих предков мы никогда не слышали, пишет ему Иван Грозный. Ну, а потом уже Сигизмунд и Карл Зюдерманланский поссорились. В результате Сигизмунд Ваза стал королем Польши, как вы помните, а Карл под именем Карла IX – королем Швеции. Поэтому тогда, честно говоря, было не до флота, ребята боролись за власть, у ребят были свои проблемы, там ничего такого не было. Поэтому нам придется перейти к Густаву Вазе. Густав Адольф. Великий человек. Великий человек, и это правда, потому что в 1614 году, чтобы хоть как-то упорядочить управление флотом, он организовал Адмиралтейств в Совет, так называемый, при Королевском Совете. Но одно дело организовать, все-таки для того, чтобы Совет хоть как-то эффективно решал свои проблемы, все-таки желательно ему дать а, финансирование, б, какую-то власть. Густав Адольф, к сожалению, ничего этого не дал. В результате, ну, при Густаве Адольфе получилось так, что шведский флот получил, ну, самую, наверное, звонкую оплеуху в своей истории. Это знаменитое сражение под Оливой в 1626 или 1627 году, где польская эскадра из десяти кораблей, причем эти корабли все абсолютно зафрахтованные, и командует ими там либо голландцы, либо немцы, нанесла поражение шведской эскадре из шести кораблей. Говорят, что вот его биограф Герман Харте потом писал, что король вот беспрестанно потом ходил, там, бил все, что попадалось под руку и повторял, что дрожащие от страха купцы разгромили людьми, которые сделали войну своей профессией. Это, кстати, сражение под Оливой. Это одно из серий сражений, когда Густав Адольф пытался захватить Данцик. Опять-таки, вспоминаем Эриха XIV с его мыслью сесть в устьях всех рек. Что происходило с флотом во времена Густава Адольфа? Ну, самая главная задача, конечно, была обеспечение перевозок шведской армии в 30-летнюю войну на континент. И с этой задачей, в принципе, шведский флот справился. Особых сражений у него до 1640-х годов, в принципе, не возникало. А с кораблестроением, что творилось с кораблестроением, наверное, эту историю все знают. Если хотите, можем рассказать. Речь о знаменитом корабле, который до сих пор экспонируется в Стокгольме, в Ассо. Собственно говоря, история стара как мир, но тем не менее. Два голландских мастера, Хенрик Хайбертсон и Арен де Грот, подрядились построить для короля Густава Адольфа. Два малых, 33-метровых, и два больших, 44-метровых, имеется в виду длина по килю корабля. Вот. Вот в Ассо как раз он должен был быть малым, то есть 33-метровым. Но далее, в 1625 году во время шторма в Балтийском море Швеция теряет 9 кораблей. Потом сражение под Оливой, где теряется еще два корабля. Мы о нем говорили чуть выше. И Густава, Густав просит в приказном порядке увеличить длину корабля. Хайбертсон отказывается. Но Густав более того, что пишет, не только увеличить длину корабля, так вооружить его вообще так. Ну, грубо говоря, такой должен был быть All Big Gun, да, то есть одни большие пушки ну, 17-го века. То есть поставить на него 74 24-фунтовых орудия. Это для того времени это очень большой калибр 1630-е годы. Хайбертсон вовремя умер и дальше строительство вела его вдова Маргарет. Ну, честно говоря, вот основными всеми работами организации производства рулил будущий его капитан Хэнсон или Хансон, как по-шведски правильно. В общем, уже 1627-го года, когда был построен сам корпус корабля, было понятно, что корабль очень неустойчив. Но король приказывал продолжать производство. Хансон, чтобы убедить корабля, короля, вернее, приказал 30-ти матросам бегать, вот, как в пиратах Карибского моря, от одного борта к другому, чтобы раскачать корабль. Вот после третьего уже пробега корабль настолько раскачался, что чуть не перевернулся. После этого Хансон остановил этот эксперимент, его зафиксировали все шведские корабельные мастера, они отослали королю, что вот нельзя в таком виде спускать корабль в море. Но король сказал, ну, не перевернулся уже. Да, спускать. Далее началось оснащение. Внезапно оказалось, что в Швеции нет парусов, поэтому паруса закупили в Голландии. Но, как мы понимаем, голландцы парусов не производили. Они купили отбеленное конопляное полотно в шведской же Риге. Если мы помним, к тому времени это была очередная шведско-польская война, Лифляндия отошла к Швеции. Отбелили это полотно и опять прислали в Швецию. Проблема в том, что конопляные паруса вообще-то толще и тяжелее, чем льняные. То есть, еще хуже стала состойчивость. Для защиты от абордажа и так далее на васу поставили высокую кормовую, высокую носовую надстройки для мушкетеров и лучников. Это сделало ситуацию с устойчивостью вообще плачевной. Если же вспомнить, что вас уделали вообще по голландской методе, где округлое, скажем так, не острое, то вообще получилось что-то типа куклы-неваляшки. То есть, уже по идее у корабля шансов не было никаких. Может, Густав Ваза хотел кого-то особого нелюбимого утопить на этом корабле? Я шучу. Это на этом дело не заканчивается, потому что дальше балласт, который обычно должен был быть каменным. Для чего нужен каменный балласт? Камни можно переместить. Ну, допустим, у вас крен на левый борт какой-то при постройке, да, вот балласт мы можем это исправить. Побольше камней на правый борт положить, и вот у нас уже корабль стоит прямо. То есть, вместо каменного балласта на Вазу засыпали песочный балласт, то есть, просто песок. Естественно, песок никакого ничего не улучшил. Единственное, что можно сказать в плюс, наверное, да, что королевские заводы лили орудия целый год, но не успели изготовить 74 24-фунтовых орудия. Их изготовили только 46, которые поставили на Вазу, плюс 2 старые 24-фунтовки поставили на Вазу, а все остальное вот добили маленькими калибрами, то есть, 6 фунтов, 3 фунта и так далее. То есть, если бы поставили вот 74 такие пушки большие, я думаю, даже те 1300 метров, которые он шел, он бы не прошел, в принципе. Просто повторим, то есть, итак, изначально планировавшийся как однотечный 128-фунтовый корабль с 32-мя пушками, ВАСа в результате вырос до 134-футового двухдечного корабля, пушки не уместились в одну палубу, в один дек, пришлось ставить наверх с 74-мя пушками. Строительство начал один мастер, но достаивал другой. При этом заказчик постоянно вмешивался, требовал изменений, требовал улучшений, добавлений и так далее. Еще тесты показали, что корабль имеет очень плохую остойчивость и готов опрокинуться при малейшем крене. Но его дополнительно перегрузили орудиями, поставили тяжелые паруса, неправильно распределили балласт. И, ну, по сути, корабль был запрограммирован тонуть 10 августа 1628 года, что, собственно, он и сделал. Тем более, что он вышел из порта при открытых пушечных портах нижнего дека ради салюта. И в эти порты, когда он накренился, конечно же, ливанула вода. Вот, собственно говоря, это уровень шведского кораблестроения на 1630-е годы. Надо сказать, что все это происходило при огромном скоплении народа. То есть ваза затонул... А у нас даже картинка есть. Там видно. Вот, прекрасно, прекрасно, да. Ваза... Третья. Ваза затонул при дачами многочисленных собравшихся горожан. Да. Которые вышли проводить его в последний путь. Но благодаря вазе мы имеем очень много, скажем так, реликтов той эпохи и более-менее понимаем, что там было и как, как жили матросы, что они ели и так далее. Но об этом мы поговорим чуть позже. Кто не знает, вазу подняли и теперь это музей в Стокгольме. Дальше у нас на очереди датско-шведские воины которые протянулись аж с сороковых до семидесятых годов. И вот здесь как раз можно говорить о если не единственной, то одной из не очень частых побед шведского флота. Вот. На тот момент надо сразу сказать, Швеции, по крайней мере на море однозначно, очень сильно помогала Голландия. Почему? Потому что Швеция на тот момент была ее союзником в борьбе с Габсбургами. Плюс ко всему Швеция обеспечивала очень много товаров, которые нужны были Голландии. Лес, железо, потаж и тому подобное. Еще плюсом можно добавить, что наконец-таки в шведском флоте начали обращать внимание на качество командного состава. И вот как раз если вы помните в 1635 году герцог Ришелье он заключил союз со Швецией, начал давать Швеции денежки и более того начал присылать к Швецию своих генералов, своих адмиралов. Вот, кстати, такой знаменитый французский адмирал Дюкен он участвовал в одной из датско-шведских в одном из датско-шведских сражений. Вот как раз это сражение при острове Феморон в 1644 году. При этом эта вот победа у острова Феморон ну, можно прямо сказать это не заслуга шведов. Это заслуга датчан, датчан. Датчан? Да. Ну, вот смотрите, датский адмирал Протасмунд атаковал 17 датскими кораблями 42 шведских. Как вы думаете, каков был итог? Ну, знаете, в истории войн всякое случалось. Я так понимаю, что датский адмирал настолько низко ставил боевые способности шведского флота, что решился на подобное, как бы нам сегодня показалось, безрассудство. Но ему, видимо, это безрассудством не казалось. Ну, тем не менее, здесь, скорее всего, Мунду, будь он более осторожен, надо бы было отойти к Копенгагену, соединиться с остальными 20 кораблями, уже с 37 кораблями, спокойно, как бы, воевать в лучших традициях датского флота. А может быть, там была дезинформация со стороны шведов? Нет, нет, там у Проса Мунда было очень просто, он не планировал сближаться на близкую дистанцию, он хотел все это дело шведов обстреливать с дальней дистанции, но шведы, к сожалению, были не в курсе, планов датского адмирала, и они-то как раз сблизились, пользуясь численным преимуществом. И после этого датские корабли начали гореть, взрываться, сдаваться, как пирожки. То есть, датчане в результате потеряли 14-17 кораблей. Это вот действительно великая победа шведского флота. Но все равно молодцы, воспользовались ошибкой противника, это тоже надо уметь. И, естественно, такая победа, она не могла пройти для Дании даром, и согласно уже подписанному в Брёмсбюро 13 августа 1645 года трактату, Швеции передавались острова Готланд и Эзель, и теперь уже можно честно сказать, что вот вся фактически вот эта Ливония, Ливляндия, Искляндия, они стали шведскими. полностью вместе с островами. Скажите, пожалуйста, Сергей, сегодня в Швеции эта победа прославляется, входит ли она в учебники, есть ли памятники, посвященные этому сражению. Часть ли это шведского героического мифа? Однозначно, причём шведский героический миф, я его очень сравниваю с турецким, иногда, ну, конечно, в саркастических тонах с нашим. Почему? Потому что шведы, не имея большого количества побед, очень многие либо незначительные стычки объявляют победой, либо вообще свои поражения очень часто могут объявлять победой. Мы, когда будем говорить о Северной войне, вот, в частности, допустим, о Грингаме, мы удивимся, что шведы до сих пор считают, что это была победа шведского флота. Но, тем не менее, как всему своё время. Вот. Но, тем не менее, опять-таки, что в 40-е, что в 50-е годы Швеция в морских делах придерживалась, или, вернее, выработала самое главное правило. Самое главное правило. Лучшая противокорабельная оборона это свой полк в порту противника. То есть все дела по большому счёту делала армия. Наверное, самое эпичное, что можно приписать шведской армии. Действительно, это ледовый поход Карла X, когда он просто перевёл войска по льду через Зунские проливы вот эти между Балтикой, между Данией и Швецией. И, грубо говоря, осадил Копенгаген. Дания была принуждена сдаться. То есть флот здесь не сыграл никакой роли. Флот, по большому счёту, Швеции и в тот период нужен был только для перевозок. Ну, а сражения 1670-х годов для шведского флота сложились и вовсе плачевно. Почему? Потому что в этих сражениях уже Голландия поддерживала Данию. Дания и так-то один на один. Швецию, как говорится, бивала и не раз. А тут ещё и Голландия. Голландский флот всё-таки один из фаворитов всегда был того времени. Вот. Здесь ещё надо вот что сказать. примерно с 1630-х годов Швеция перешла на так называемую, ну, как это называется в западной литературе, субсидиарная экономика. То есть, вот Швеция вступила в войну, в 30-летнюю войну в 1630-м году. В 1631-м году она уже могла объявить себя банкротом. Денег не было вообще. То есть, прошёл ровно год войны. Однако, на помощь пришла Франция, как все знают, то есть, Ришелье тогда проводил дипломатию пистолей и, значит, Франция, согласно договору в Вестеросе, выделяла Швеции ежегодную сумму в 640 тысяч риксдалеров, то есть, один миллион ливров. Много это или мало? 640 тысяч риксдалеров. То есть, вот на 632-й год бюджет, весь бюджет Швеции 2,2 миллиона риксдалеров. То есть, ну, можете прикинуть, примерно треть бюджета. И вот эти субсидии для Швеции на протяжении всей вот второй половины 17-го и всего абсолютно 18-го века это стало вообще частью бюджета. Причём, это бюджета чисто королевского, потому что эти деньги тратились на армию и на флот. То есть, когда у Швеции были субсидии, она могла позволить себе тратить больше. Когда у Швеции по каким-то причинам субсидии вдруг исчезали, она не могла себе позволить потратить чего-то лишнего. Вот. поэтому, скажем, если говорить касательно флота, на флот иногда проливался золотой дождь, когда субсидий было много, а иногда финансовая засуха, то есть, когда субсидий было мало. И это тоже надо учитывать, когда мы будем говорить, а почему именно вот так вот развивался шведский флот, а не иначе. Потому что было даже не то, что не недостаточное, было непонятное финансирование. всегда лучше что-то делать или лучше что-то планировать, когда у тебя с финансами, ну, есть какие-то финансовые границы, в границах которых ты можешь планировать что-то, да, то есть, есть бюджеты хотя бы там на год, на два, на пять, есть какие-то понятные вещи, сколько чего нужно. Вот. Ну, а сама Швеция, она стала по выражению Аббата Флери, который при малолетнем Людовике XV, по-моему, правил, она стала таким главным наемником Европы. То есть, если хочешь Швецию ввязать в войну в какую-нибудь, в очередную европейскую, просто дай ей денег, и она пойдет воевать. Вот. Ну, рассказав немного и подойдя уже фактически вплотную, да, к Северной войне, то есть, мы сейчас поговорим о реформах Ганса Вахтмейстера, это действительно великий шведский адмирал, и при Вахтмейстере шведский флот, ну, действительно, он постарался улучшить его. Конечно, не совсем получилось, но тем не менее. При нем была построена Карлскрума. Да, 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 да. То есть, мы уже говорили, да, то, что шведский флот, это всегда было такое частное предприятие королевской фамилии, либо Вассе, либо потом Пфальцвайбрюкинов, которые, в свою очередь, сдавали его в аренду каким-нибудь там другим фамилиям, Баггев, Леммингом и тому подобным. Вот, и здесь к власти пришел действительно великий шведский король, это Карл XI, и одним из его сподзвижников был как раз вот Рикс-адмирал Ганс-Вахмейстер. В 1679 году была заложена Карл Скруна, или Карл Скруна, в нашей литературе пишется, почему-то Карл Скруна, хотя правильнее все-таки Карл Скруна. Если я вдруг буду называть Карл Скруной, извините меня, я не чая, но тем не менее, я так привык. Что сделал Ганс-Вахмейстер? Прежде всего, он начал разбираться с бюджетом Флора. Он определил потребное количество судов, которое в Швеции было определено максимально в 40 капитальных кораблей. Капитальных, я имею ввиду линейных. То есть, больше не надо, меньше можно, но плоховато. Соответственно, что дает нам количество кораблей? Количество кораблей нам дает примерный бюджет, который мы можем потратить на флот, потому что финансировать неизвестную величину, наверное, очень тяжело, если не сказать невозможно. То есть, сегодня у нас 10 кораблей, а завтра 50, где деньги-то брать? Или сегодня у нас 50, а завтра деньги? 10. И Карл Скруна была построена как раз именно для того, чтобы максимально вложиться в систему не только строительства, но прежде всего консервации и сохранения уже построенных кораблей. Именно поэтому вот в шведском флоте без шуток можно сказать, что были корабли, прослужившие по 50, 60, 70 лет. Если в Англии это абсолютно дутый параметр и по большому счету понятие тембировки было введено только по одной простой причине, чтобы в парламенте каждый раз не выбивать на нее деньги. Так вот, проходит по статье ремонт. Все довольны. Ну, хотя все все понимают, но все довольны. Отсюда как бы там сроки кораблей, которые по несколько раз меняли не только количество орудий, но и там количество главных артиллерийских палуб и много еще чего и так далее. То есть, грубо говоря, корабль заводится на тембировку, допустим, в Уловиче, а где-нибудь в Деффорде строится другой корабль с таким же именем, но его жизнь непрерывно оказывается, и он служит чуть ли не сто лет. Такого не бывает. Но, если вы хотите, мы об этом можем вообще потом поговорить отдельно. Хорошо. Потому что это отдельный совершенно тем. Далее, к системе вот этого сохранения мы еще чуть вернемся дальше. Тут прежде всего надо поговорить. Вот самая главная заслуга, на мой взгляд, у Ганса-Вахмейстера, это реформа системы управления. Вот в 1689 году он создал на месте адмиралтейств совета адмиралтейств коллегию, которая уже обладала реальными функциями и реальными полномочиями. Вот. То есть, в коллегию кто входил? Ну, во-первых, сам главнокомандующий, Рикс-адмирал, то бишь, сам Вахмейстер. Дальше, два адмирала. Обычно это адмирал западной эскадры и адмирал восточной эскадры, то есть, которая западнее зундов действует, которая в Балтике действует, восточной. Они вот втроем, если они собирались втроем, они образовывали Рикс-адмирал-совет, то есть главный адмиральский совет. Если туда же добавлялись четыре вице-адмирала, то это просто образовывался Адмиральский Совет, Адмирал-Совет. Значит, Рикс-Адмирал-Совет, он занимался стратегией использования флота, сколько кораблей нужны. Ну, в общем, он занимался какими-то крупными такими вопросами. Если же брать просто Адмирал-Совет, то он прежде всего выступал как арбитражный суд и организация, которая распространяет тендеры, обеспеченные финансированием, на что-то. Это может быть постройка, это может быть снабжение, это может быть, не знаю, наем каких-нибудь людей, экипажа, еще чего-то и так далее. Отливка пушек. В 1692 году отдельно была создана канцелярия Адмиралтейства, задачей которой было ввести бухгалтерию всего вот этого прекрасного устройства и плюс сотрудничать со всеми гражданскими службами, например, со службой лесного хозяйства. Леса же нам, например, нужны для строительства? Нужны, значит, мы должны как-то сотрудничать. Или, допустим, со службой какого-нибудь сельского хозяйства. Вот нам на эскадру нужно такое-то количество зерна, такое-то количество провизий или еще чего-то. Вот, пожалуйста, обеспечьте вот такие деньги и так далее. Самое, наверное, для шведов плохое, что вступивший в 1697 году Карл XII на престол, вот он эту службу все-таки немного изменил, очень многое замкнув на себе. Но об этом мы, наверное, поговорим уже, когда будем говорить о Северной войне. Теперь о кораблях. Значит, корабли, назначенные на консервацию, они полностью разгружались, оттуда вытаскивались все пушки, снимались мачты, рангоут, текелаши, дальше их вот на деревянных катках с помощью систем подъема и блоков закатывали вообще сначала вот в какие-то крытые ангары такие, а потом вообще в крытые боксы, потом даже в сухие крытые доки. В этих амбарах днище корабля чистили, корпус красили специальным составом свинцовой краски белил. Значит, этот корабль, грубо говоря, он от того, что Балтика замерзла или выпал снег, он абсолютно как бы не страдал. То есть вот сравним с другими флотами. В Роял Неве, например, что делали? Корабль просто разружают, снимают с него стенги, мачты оставляют, заводят в какую-нибудь реку или устье реки, там, скажем, Медуэй, там, не знаю. Вот он там стоит, он там зимует. В русском флоте у нас корабли вообще зимовали во льду. Те, кто хочет понять, что же случалось с деревянным кораблем во время зимовки во льду, ну вот те ради интереса могут загнать, например, свою машину в Неву, на зиму хотя бы по брюху и оставить, а потом весной прийти и посмотреть, что получится. Естественно, такая система, она требовала очень-очень-очень много денег. А бюджет любой организации, как мы понимаем, ну если, конечно, ты там не Руперт Мердок, не Джона Рокфеллер, или там на наши деньги не Илон Маск, который там шел покупать свитер, купил твитер. У любой организации деньги конечны. Соответственно, если мы на что-то тратимся, значит, где-то мы должны экономить. Экономить при такой системе, при шведской системе, пришлось на экипажах. Прежде всего, начали со снабжения. То есть, если, например, весь XVI век основной едой рыбаков была солонина и рыба, то есть мясо и рыба, то к XVII веку разнообразие рыб начинает, ну вот скажем, сельдь пряного посола исчезает, появляется вяленая рыба. Почему вяленая? Потому что на сельдь уходит больше соли, на вяленую, соответственно, меньше соли, можно сэкономить. Вместо солонины, окороков, колбасок, вареных языков, маринованные требухи и так далее, приходят опять-таки крупы, горох, чечевица, овощи, как там писал тот же самый Карл XI, горох и чечевица вполне себе заменяют мясо. Ну, сам бы он попробовал, конечно, на морской службе на чечевице и мясе прожить. В общем, последствия таких решений, конечно, были страфическими. Именно для XVIII века. Потому что весь XVIII и начало XIX века шведский флот не вылазил из эпидемии Тифа, Цинги и всего, что только можно, потому что люди банально не доедали. А, как мы понимаем, ослабленный человек, он гораздо легче заболевает. То есть, опять-таки, если мы говорим про ту же самую ВАСу, если на ВАСе были найдены кости куриц и гусей, то вот начиная со второй половины XVII века даже мясо птицы исчезает как класс на кораблях. Опять-таки, для того, чтобы еще больше снизить траты на экипажи, собственно говоря, была введена система комплектования, такая же, как в армии, это Индельта. Значит, все обрабатываемые земли Швеции и Финляндии были разделены на участки, которые назвали Индельтами. То есть, это группа крестьянских дворов, которая была обязана выставить одного солдата и его содержать. Более того, Индельта, она выделяла солдата участок земли, торп, на котором был дом, какой-то небольшой там приусадебный участок. Она также ему скидывалась на мундирование и продукт питания, вооружение и снаряжение солдата уже выдавалось государством. Вот эта группа крестьянских дворов, она содержала вот этого одного солдата. Этот солдат в мирное время призывался раз в год на военную службу, а все остальное время вот он на своем участке там пахал, сел, делал то же самое, что обычные солдаты. Если начиналась война, естественно, солдат уходил в армию, а Индельта должна была подготовить вот ровно другого такого же солдата, который, грубо говоря, был заменой первого. Если первый вдруг погибнет, отошлют второго. Вот, естественно, Индельты одного Леона, они чаще всего сводились в один и тот же полк. Ну, например, там Упланский какой-нибудь мушкетерский полк, да, это значит полк из крестьян Упланда, Вестерботтенский, значит, из Вестерботтена, да, ну, собственно, понятно и ясно. То же самое было и с флотом. И вот здесь надо поговорить как раз о такой вещи, я не знаю, есть ли в русском языке такое понятие, в русской военной науке, но вот в западной я встречал такой, так называемая глубина эффективной мобилизации. То есть сколько ты людей можешь призвать, которые, ну, достаточно эффективно могут действовать в той или иной отрасли военной науки, да, там, скажем, артиллеристы, моряки и так далее. Вот как раз глубина мобилизационной, эффективной мобилизационной способности Швеции относительно флота, она составлялась примерно тысяч пять-шесть человек в то время. Через систему Индельты Карлу Одиннадцатому удалось флот увеличить, численный состав флота, я имею в виду людей, до 13 тысяч человек. Вот. И вот это произвело известную проблему. То есть вот эти пять тысяч, о которых мы говорим, это прибрежные жители. То есть те, кто, по крайней мере, умеют плавать, знают, что такое море, знают, как управляться с парусом и так далее, да. А кто оставшиеся восемь тысяч? Ну, это чаще всего какие-то крестьяне, пейзане, которые море не видели, ничего не знали и так далее. Значит, по приходу на флот Рекруту выдавался мундир и небольшие подъемные деньги. В общем, как шутили все кабачики в припортовых кабаках, мундир за все время службы это единственное было ценное приобретение моряка. Дальше на флоте начала на шведском из-за такого наплыва вот крестьян, которые чаще всего были менее образованы, чем приморские или городские жители, началась натуральная, грубо говоря, дедовщина такая. То есть, когда в лучших таких традициях старослужащие отбирали деньги у новослужащих, заставляли их поить, кормить себя за свой счет, пока деньги не кончились. Тем более зарплаты были нерегулярными и могли задерживаться даже на годы. Поставить себя в шведском флоте конца 17 века можно, наверное, было тремя путями. Ну, первый путь очевиден, да? Сила богатырская. Ну, вот если ты как бы ударом кулака можешь там быка свалить, ну, наверное, да, ты будешь в почете, ты будешь в авторитете. Второй путь – это что-либо уметь. То есть, если ты хороший штурман, если ты, допустим, хорошо умеешь работать с парусами, если ты умелый артиллерист или еще что-то, да, тебя будут уважать. Это безусловно. То есть, известен даже такой случай, он приводился в одной из статей, которые я читал, то есть, когда 15-летний матрос во время шторма потребовал, чтобы его пустили на мачты убирать с паруса. То есть, он захотел… Себя показать. Да, показать. Его добавили к команде марсофлотов после того, как он уже несколько раз заходил вот с этой просьбой, но закончилось все плачевно. Парень просто упал и разбился о палубу. Но, судя по всему, это был его единственный шанс вот заслужить как-то уважение в коллективе. Вот. Но был еще и третий путь очень интересный – поднять социальный статус на корабле. Это, только не смейтесь, жениться. Потому что женаты воспринимались как люди опытные, бывалые. Но была только проблема в том, что за моряков почему-то женщины особо замуж идти не хотели. Почему? Жены моряков вечно голодали, христорадничали. Часть жен жили на кораблях. Очень часто жены и вдовы моряков занимались проституцией, потому что денег совершенно не было и так далее. Поэтому жениться для моряка представляло еще ту проблему. Ну и плюс ко всему, у женатика был еще один бонус такой на корабле. Их поддерживали офицеры. Очень сильно. То есть считали, что народ женатый, как более ушло, он будет и воевать лучше, и свои обязанности исполнять лучше. Но тем не менее, понятно, что вот из такого описания, что на шведском флоте не все было хорошо с моральным каким-то состоянием. Поэтому, естественно, были кучи драк, убийств. Жизнь медом не была. Даже в мирное время с флота бежало от 2 до 5% моряков ежегодно, а в военное время в бега могло опускаться и до 25%. Понятно, что их потом ловили, пороли, обратно возвращали. Ну, после этого чаще всего наступало такое пассивное сопротивление. То есть, понимая, что человек ничего не может изменить в своей жизни, да, моряк что начинал делать? Он просто начинал выполнять все задания из рук, он плохо, либо как-то медленно. Ну, вот стандартная вот эта байка, да, солдат списал бы идет. В общем, если даже почитать датчан, вот они по результатам своих морских войн в Швеции, со Швеции в 1670-е годы они говорили просто об ужасающем качестве людского материала на шведском флоте и говорили, что как бы, ну, слава богу, что мы как-то построили весь этот вопрос совершенно по-другому. Как кормили? Значит, в шведском флоте пища выдавалась поартельно, ну, точно так же, кстати, как и позже в русском. Это бы, и артель чаще всего составляла 7 человек. Почему 7? Ну, во-первых, это было очень удобно для кока. То есть, кок, он имеет списки снабжения человека на неделю. Вот он выдает этот недельный рацион, это получается еда на день для 7 человек. Ему, то есть, думать не надо, вот у него приготовлены, грубо говоря, все продукты, вот он выдал, все, артель получила. Дальше она готовила чаще всего все сама, ну, кроме каких-то, скажем так, общих блюд. Ну, чаще всего это блюдо, где либо соломина, либо небольшое количество рыбы разварено вместе с какими-то крупами или кашами до такого состояния, что там невозможно определить, что это такое, и это опять-таки делалось по особой причине. То есть, вы сами понимаете, военно-морской корабль это очень такое замкнутое пространство, особенно мужчины в замкнутом пространстве, они могут поднять бучу по поводу всего, чего угодно. Например, почему у того кусок больше, чем у меня, или почему вот у него на куске там столько жира, у меня столько. Вот когда это все разварено до неузнаваемости, то есть, когда у всех одна мутная жижа, как бы здесь вопрос споров, он пропадает. Ну и особняком стоит шведская медицинская служба, которая вот, наверное, в истории флотов является ярчайшим примером того, как вообще не стоит организовывать работу с хранением гигиены и здоровья экипажей. Самый простой пример. Значит, во время войны, скажем так, ну вот, русско-шведская война 1788-1790-го годов. Шведы в 1788-м году захватывают российский линейный корабль «Владислав», на котором началась эпидемия ТИФа. Кстати, в России тоже началась эпидемия ТИФа на тот момент, ну я имею в виду на русском флоте. В России с этой эпидемией ТИФа справились. Шведы пригнали наш трофейный корабль в Свяборг с эпидемией и совершенно не справились и у них в результате умерло ну примерно треть экипажей просто. То же самое повторялось в 1807-м году, то же самое повторялось в 1744-м году, когда вот там шведский корабль пригнало. Почему? Потому что там четыре пятых экипажа лежало с ТИФом и оставшаяся часть экипажа она просто не сумела совладать с парусами, она просто вошла на последних, грубо говоря, вот на последних остатках хода в гавани Ревеля и там чуть ли не разбились. То есть русские потом, даже мастеровые, они зажимали носы и отказывались разгребать завалы в этом корабле и в результате заставили завалы разгребать каторжников российских, которых вот с Рогеровика пригнали. Поэтому в шведском флоте медицина была на очень низком уровне и с чем это связано, честно говоря, я до сих пор ищу. Потому что вроде как бы шведы аккуратные, чистые и так далее, а тут вот такой афронт. Странно, да. У меня есть несколько дополнительных вопросов, мы поговорили вроде бы обо всем, кроме подготовки командного состава, а вот как готовили шведских офицеров, насколько эта система подготовки была эффективна и вообще насколько шведский офицер флота по своим боевым качествам, по кругозору, по умениям был сопоставим с, скажем, с офицерами голландского или английского флота, или хотя бы датского. Вот как раз хоть какое-то внимание подготовки офицерам начали шведы уделять в 1660-х годах, и когда они часть своих офицеров послали волонтерами на другие флота, прежде всего на французские, потому что у Франции и Швеции были тогда союзные отношения. Вот. Но, как ни странно, особо это ни в чем не сказалось. Нет, понятно, что шведы во времена господствующей и так далее линейной тактики умели строить линию, да, то есть и так далее, то есть знали, как управлять парусами и так далее, но проблема даже в другом. На мой взгляд, основная проблема шведских офицеров в том, что они совершенно не знали даже свои воды. И когда мы будем говорить о Северной войне, мы с вами вот там уже будем разбирать сражения, потому что здесь мы, как видите, сражения-то так, галопо по Европам проходим, чтобы они совсем уж не завязаны. Вот когда мы будем там разбирать сражения, мы увидим, насколько шведские офицеры вообще не понимают, собственно, они не знают навигации, они не знают условий применения своих кораблей, что вот здесь вот можно, здесь нельзя и так далее. Это одна из вещей, в которых русские их превзошли в конечном итоге? Однозначно превзошли. Здесь можно говорить однозначно. Ведь войны выигрываются не потому, что там кто-то был гений, а кто-то не гений. Войны выигрываются именно потому, что кто-то смог наладить эффективную подготовку своего личного состава и его военную работу, а кто-то не смог должным образом. Вот и все. Хорошо, но все-таки какие-то имена можно назвать из шведского флота конца 17 века, накануне Северной войны, какие-то звезды там были, люди с европейской известностью или хотя бы с региональной известностью, какие-то таланты, которые являлись лицами шведского. Карл Вахмейстер, Ганс Вахмейстер, Карл Врангель, Хенрик, по-моему, Врангель. В общем, семейства-то служили в основном одни и те же на самом деле. Дальше мы с вами увидим, что там эти фамилии, они будут постоянно повторяться и так далее, тасоваться между собой. Юлинштерны, Врангели, Вахмейстеры и так далее. Это вот все будет одно и то же. Просто еще одна, мой взгляд, проблема была именно генералитета или офицерства, высшего офицерства, в том, что все равно вот эта идея о том, что корабль это просто перевозчик войск, она так и оставалась в умах шведских офицеров, в умах шведского флота. Плюс ко всему здесь еще надо сказать вот о чем. В общем, к Северной войне шведский флот подошел, вот численный состав, имея 38 линейных кораблей, 10 фрегатов, то есть это вот все большие корабли. А дальше вот, как говорится, и смех и грех. Два бомбардирских корабля, две шнявы, один транспорт. То есть вот человек, посмотревший на это, скажет, а где у них мелкие-то корабли? Ведь Балтика, она же вся мелкая, она вся изрезанная, там, шхеры, там, фьорды и так далее. Здесь все очень просто. Большие корабли, на них можно больше солдат погрузить и больше перевезти за раз. Поэтому от малых кораблей постепенно решали отказаться. Не в том плане, что вот всех их взять, там, утопить или сломать и так далее, да, имеется в виду, что по мере того, как они приходили в негодность, их просто пускали на слом, нужное количество не восстанавливали. И вот строительство вот этого восхитного, москитного флота, оно начнется как раз с началом Северной войны в 1701-1702 годах, когда шведы судорожно начнут строить сначала флотилии на озерах, Чудском там озере, Онежском озере и так далее. Кстати, вот шнявы, астриль, тагедан, они как раз 1701-1702 годов в постройке, Прам-элефант, который захвачен в Гангуте, 1713-го года постройки, то есть шведам пришлось с колес, как говорится, строить вот этот малый флот, с колес же его пускать в бой, при этом ни тактика его применения, ни иерархия командования, ни понятия, как и что, и для чего, оно не было ни отработано, ни теоретизировано. В этом плане, конечно, это вот прям безумный такой прокол шведского флота перед Северной войной. А вот вы говорили, что был адмирал Запада, который действовал за зундами, то есть в Северном море и, видимо, в Атлантике, да? А чем они там занимались-то? Они, собственно, осуществляли перевозку солдат на театры военных действий в Западную Европу или что-то еще делали? Нет, зачем? Ну, во-первых, надо не забывать, что Норвегия на тот момент была датской. То есть, вот для действий против Норвегии в любом случае вам придется действовать либо из Эльсбурга, либо из Гетеборга, а это Запад. Во-вторых, у Швеции были свои владения, так называемые Бремен и Ферден, да, они находятся вот с западной стороны от Дании. И в-третьих, против Дании тоже надо удобно действовать, в том числе и из Запада, не обязательно заходить со стороны Рюгена, допустим, и так далее. Ну, самый простой вопрос, например, который постоянно поднимался, а почему бы нам, допустим, не пойти эскадрой из Гетеборга и не захватить датскую Алькону? Датская Алькон, она находится, ну, фактически напротив Гамбурга, это Устье Эльбы. Очень богатый тогда был торговый город. Поэтому эскадра Запада, она всегда была нужна, и, кстати, когда мы будем говорить о Северной войне, вернее, о ее датско-шведском этапе в 1714, 15, 16 годах, там вот как раз основные силы шведов будут сосредоточены именно на Западе против датчан, а против русских будут силы высылаться малые и очень сильно эпизодически. Хорошо. А у Швеции были претензии на колонии? Да, были. Это были 1640-е, 60-е годы. Была колония Новая Швеция в устье реки Дилавер. Причем, самое смешное, что шведский крестьянин туда ехать не хотел, поэтому основными колонистами, как ни странно, были финны. Потому что Финляндия, где возросло население, она попала, как это называется, мальтузианская ловушка или что-то, в общем, там начало относительно небольшого получаемого продукта хватать еды банально для людей, там начались постоянные голода. Если вы с Гришей Цодиньковым разговаривали, я так думаю, теорию голода он вам рассказывал много-много всего. И, естественно, финны начали переезжать туда, селиться в Новую Швецию. Но эту Новую Швецию очень быстро отжали голландцы. Понятно. Понятно. Ну что же, давайте коротенько тогда резюме сделаем в конце нашей первой программы. То есть, вот мы застыли накануне Северной войны. Есть шведский флот, такой кривой, косой, но тем не менее одержавший какие-то победы, тем не менее являющийся фактором противостояния на Балтике, а у России никакого флота нет. Ну, я вот, во-первых, хотел бы заострить внимание. То есть, если рассматривать историю, что русского флота, что шведского флота и так далее, и датского в том числе, надо понять, что эти флоты по сути своей были региональными флотами. И требовать от них чего-то, как от мировых флотов, ну, наверное, это неправильно. Вот. То есть, естественно, эти флоты, поскольку они были региональными, то есть, они в своем государстве не играли главные роли, они были отданы под опеку, скажем так, армии. То есть, армия решала, где флот использовать, как флот использовать. То есть, грубо говоря, армия ставила ему задачи, что ты должен делать, как ты должен делать. И финансирование у него тоже велось по остаточному принципу. Основные деньги, естественно, что в Швеции, что в России, ну, Дания здесь исключение, конечно же, они всегда шли на армию. Вот. Это, с одной стороны, и понятно, и хорошо, и логично, и объяснимо, но, с другой стороны, это во многом, в том числе, и традиционное отсутствие такое вот, морского, именно, мышления. А морское мышление в морской войне очень часто необходимо. Сухопутным, то есть, если в сухопутном мышлении достаточно, допустим, занять столицу противника, да, или там, занять какую-то сильную крепость, или продвинуться на территорию, вот она, как бы, понятно, существенная, ну, мы можем понять, вот это успех, или это не успех, да, то есть, вот мы там, продвинулись, допустим, захватили Искляндию, успех. В Ливонскую войну ушли, там, из Лифляндии, Искляндии, не успех. В море такого нет, в море нет каких-то крепостей, которые надо завоевывать, и так далее. Морская война, это война, прежде всего, за коммуникационными путями, какими-то. И самое главное, самое главное решение проблем, да, вот для того, чтобы свои коммуникации избавить от чужой угрозы, это разгромить врага в генеральном сражении, либо, если ты не можешь его разгромить, сделать так, чтобы этот враг со своими превосходящими силами безвылазно сидел у себя в морских базах и не мог выйти из-за постоянных угроз, да, где-то, откуда-то, и так далее. То есть, чтобы флот его держался соединенно и из базы не выходил, боясь, что что-то случится. Вот. И это надо понимать. И второе, что я хотел сказать, перед этим, то есть, вот как раз в самом начале русско-шведской северной войны, потому что там уже была еще война с Данией, если мы помним, да, в самом начале, именно шведский флот перевез войска Карла XII в Перну, который тогда назывался Пернов, именно из Пернова войска Карла XII подошли к Нарве и разгромили войска Петра I. Допустим, на секундочку, что у нас был бы, ну, допустим, даже такой же плохенький, как у Швеции, но свой флот, и мы бы перехватили эту эскадру. Вполне возможно, никакой Нарвы бы и не было. И более того, может быть, и Северной войны бы не было. На мой взгляд, именно то, что вот так спокойно можно, оказывается, выиграть кампанию, на Петра I произвело очень такое величайшее впечатление и только утвердило его в том, что флот нужен, и его надо строить. Но об остальном уже, наверное, про Северную войну мы поговорим потом. Спасибо большое, Сергей. Очень интересное начало. Ну что, друзья мои, пишите комментарии, задавайте Сергею вопросы, потому что он осведомлен не только по данной тематике, а обладает широчайшей эрудицией, и мы очень рады, что такой спикер на нашем канале появился. До новых встреч! До свидания! Я тоже рад вас видеть. Взаимно! До свидания!